вы готовы дети неважно мы начинаем друзья пиратство это плохо но кинематограф и многочисленные романы перевоплотили пиратов из разбойников романтичных искателей приключений для которых открытое море и свобода главное в жизни а убийство и грабеж это второстепенные цели и сейчас я расскажу вам о пяти лучших по мнению густаве компьютерных играх где затрагивают темы морского пиратства скажу откровенно линейка игр assassin's creed конечно не посвящена напрямую пиратству но вот четвертая часть под названием black flag очень даже подходит под наш топ тем более что я искренне считаю что управление кораблем во время боя и процесс абордажа в assassin's creed является лучшим в нашем топе а потрясающая современная графика лишь усиливают наш восторг от игры также мы с вами будем модернизировать корабль торговать и участвовать в различных пиратских заданиях раскрываемых в полностью открытом мире при великому сожалению геймплей игры не охватывает такие вещи как смена кораблей набор команды и по-настоящему глубокая ручная модернизация корабля и в assassin's creed в большинстве случаев геймплей выглядит как обычная аркада серия игр корсары это уже классика и я не буду отдельно упоминать даже игры созданные на основе корсаров к сожалению классную графику игра так и не заполучила но зато она обладает всеми качествами настоящего пиратского симулятора здесь мы с вами сможем перепробовать различные боевые корабли модернизировать их вооружение по своему усмотрению и даже создать собственную эскадру где на каждом из кораблей будет своя команда торговля также выше всяких похвал и я скажу сейчас то о чем наверняка подумали многие если бы скрестили assassin's creed с корсарами цены бы такой игре не было и это получился бы настоящий пиратский хит три части игры risen также заслужили популярность благодаря хорошему геймплею открытому миру и конечно захватывающему сценарию квестов здесь и правда много однако ими заниматься нас никто и не заставляет у нас полная свобода действий мы можем просто путешествовать risen напоминает чем-то готику из-за фэнтезийных героев и использования магии процессе игры мы будем прокачивать нашего персонажа чтобы он становился быстрее сильнее и красноречивее выбор оружия солиден и помимо холодного у нас есть и огнестрельное оружие и даже метательное в risen у нас всегда есть выбор мы можем стать пиратом или стать честным жителем игролька сид мэр спайротс имеет огромный легион фанатов и это действительно заслуженно геймплей потрясающий в начале игры у нас есть всего 40 матросов и мы сразу же начинаем грабить суда механика мореплавания проста и не требует от нас каких-то знаний в этом деле все что от нас нужно это рулить кораблем вправо или влево обращая внимание лишь на направление и силу ветра в бою нам доступны пушки которые можно конечно же улучшать после апгрейда можно будет стрелять ядрами сцепленными цепями и кортечью мы также можем и захватывать города и такой бой представляется нам в виде пошаговой стратегии торговля также не отходит на задний план в геймплее и мы можем продавать награбленный товар или покупать такие товары как еда или оружие порт рояль представляет собой экономический симулятор в начале третьей части мы получаем свое распоряжение маленький торговый корабль и нашей основной задачей является расширение своих владений и накопление богатств мы будем вести дипломатию с другими державами присутствующими в карибском море покупать или захватывать города и корабли развивать столицу своего государства выполнять задания жителей городов и вести грамотную торговлю с виду может показаться что порт рояль не совсем вписывается в рамки нашего топа но здесь у нас есть реальная возможность стать пиратом грабящим торговые корабли геймплей это позволяет на этом все друзья не забывайте ставить лайки к этому видео и конечно же предлагайте темы для новых топов увидимся и услышимся на стримах густовые пока